Девушки старше 20 лет, которые никогда не были в отношениях. Расскажите свою историю. Причина номер один. Кому-то просто нахрен не всрались отношения. Наверное потому, что в глобальном смысле мне не нужен кто-то рядом. Мне комфортно быть одной, я строю свою жизнь как пожелаю, и у меня нет потребности заводить отношения сейчас. Я хотела бы встретить человека, кому испытывала бы сильные чувства. Привязанность, нежность, любовь. Но когда мне прежде встречались подходящие люди, по разным причинам мы не могли быть вместе. Может в следующий раз повезет больше, я не знаю, но я уверена, что отношения не обязательный пункт для того, чтобы мне быть счастливой. Воспринимается эта тема так, будто не иметь опыт в отношениях до 20 лет, это что-то на уровне ездить голым в метро. Девушка 20 лет. Не знаю, меня не интересовали отношения, я просто видела то, что происходило у друзей, и проецировала на свой характер, после чего понимала, что с моим характером реакция на ссору или расставание была бы куда более бурной. Плюс, скажем так, у меня такая внешность, которая не особо всем нравится. Именно лицо. Я не использую макияж, не ношу платьев или юбок, я хреново готовлю и пока что не планирую заводить семью. Учеба и будущая карьера важнее. Мне по душе сидеть в одиночку, играть в компик или залипать на ютубчике. У меня есть друзья и семья, которые любят меня за то, что я это я. Каким боком мне всрались с такой жизнью отношения? Еще больше нервов, ссор, криков, агрессии? Нет, спасибо. По большей части из семьи на меня никто по этому поводу не давит. Но никто не спрашивает о женихах, даже мама не требует внуков или молодого человека, чему я безмерно рада. У меня в принципе никого не было за всю мою жизнь. Горжусь ли я этим? Нет, ну и расстраиваться нет смысла. Как говорил Шрек, одному спокойнее. Мне 25. Не скажу, что у меня совсем не было отношений. Я ходила на свидания, целовалась, но никогда не доходила до чего-то серьезного. Когда прямо вы официально парой съезжаетесь или долго встречаетесь. Возможно, я хотел бы встречаться с кем-то, кого буду любить, но я ни в кого не влюбляюсь. Сексуального влечения тоже нет. Скорее всего, я в асексуальном спектре или где-то близко. А чем старше, тем меньше шансов с кем-то познакомиться, потому что постепенно у меня жизнь превращается в работа-дом. Хотела бы я отношений? Возможно, но мне и одной в общем-то нормально. Если человек чувствует себя комфортно без отношений, то какие в принципе проблемы? Тем более, что 20 плюс это только начало каких-либо отношений. Лучше так, чем в 17 замуж выскочить по быстрячку, в 18 родить ребенка, а в 19 разбежаться. Так как встречаться одно, а жить вместе оказывается совершенно другое. И растить потом несчастного ребенка, так как все шишки, нехватка денег, времени, внимания, любви посыпятся именно на ребенка. Семья должна быть зрелой и здоровой, и не важно, если это произойдет к 40. Главное, чтобы пара была уже стабильной и в плане денег, психики, осознания самих себя, и чтобы ребенок был не по залету, а по любви. И общество будет здоровее и меньше несчастных людей, так как все комплексы родом из детства. Я девушка, мне 22 года, и я никогда не была в отношениях, уж тем более в интимной близости. Когда ко мне в 16-17 проявляли интерес некоторые парни, то я наоборот это избегала. Не знаю почему, может быть из-за неумения тогда выстраивать общение. Сейчас я стала более общительной, даже с незнакомыми мне людьми. У меня есть замечательные пару друзей, но это не те люди, с которыми можно построить что-то больше. Не хочется встречаться и так далее без чувств больше, чем к другу. Иногда мне хочется отношений, чтобы человек меня любил всем сердцем, как и я его, но потом я замечаю, что привыкла быть одна. Сейчас родители спрашивают, когда замуж, при том, что раньше меня они никуда не отпускали. Эти вопросы бесят со стороны всех родственников и почти незнакомых мне людей, которые не понимают, что мне и без этого хорошо, что есть другие вещи, от которых я могу быть счастлива. Мне 23, я не чувствую себя одинокой без партнера. Я наслаждаюсь жизнью, тусуюсь и так далее. Стараюсь наполнить жизнь счастьем. Парня никогда не было, а когда задумалась, возник вопрос. А зачем? Не буду торопить события, пока все прекрасно. Чувство удовлетворения лично мне приносит учеба. Помимо этого, я стремлюсь еще чем-то себя нагрузить. Строю наполеоновские планы на будущее, может это мне мешает видеть симпатию со стороны. Ибо я ее в принципе не воспринимаю, а дешевые подкаты, нарциссов и токсиков гоню прочь. Девчонки, не напрягайтесь из-за этого, всему свое время. Не встречала человека, который бы реально понравился. Знакомилась со многими через объявления. Но ни внешне, ни по разговору никто не зацепил. Нет интереса и удовольствия. А зачем себя заставлять, мучить, потому что надо быть как все. Мне всегда очень комфортно и круто в своем собственном обществе. Если встречу человека, с которым так же легко и круто, тогда и замучу отношения. 24 года, все просто. Я неуверенная в себе, закомплексованная жируха. Найти в себе силы меняться без помощи любящего человека я не могу. А меня вот такую никто и не полюбит. Вот и выходит замкнутый круг. Мне 21. Никаких отношений ни разу не было. Симпатии были, но я быстро теряла интерес. К тому же у меня достаточно высокие стандарты, которым я сама соответствую. Считаю, лучше быть одной, чем с кем попало. Мне 25 и до этого возраста я никогда не была в отношениях. Совершенно. Причиной считаю неадекватную обстановку в семье. Мой старший брат был для меня образцом мужчины. Но при этом он никогда не выражал ко мне теплой любви. И всегда-привсегда были придирки ко мне и моей самостоятельности. Даже презрения. Мол, я ничего не стою и никогда ничего не добьюсь. Как странно, что я вообще родилась. А если я родилась, то странно, что без умственной отсталости. Потому что такое ощущение, что она есть. И да, мой брат кусок говна, но я его безумно любила в детстве. Из-за него у меня в край убитая самооценка и неверие в себя. Что породило бесконечную тревожность и депрессивные состояния. И ужасные проблемы с доверием. Это вкратце. И да, тут в комментариях многие негодуют, что неужели быть одной в 20 это считается чем-то ненормальным. Скажу за себя, да, я считала и считаю это ненормальным. Потому что здоровые отношения с противоположным полом также важны для развития личности. Как и самореализация и свобода. Это новый уровень эмоциональной зрелости, когда ты думаешь о мыслях и поведении другого человека. И когда ты окружен только друзьями, то эмоции не такие глубокие. И уровень общения более поверхностный, нежели в отношениях. Тем более я считаю себя привлекательной девушкой. И я не могла подумать, что неужели я не достойна мужского внимания из-за каких-то моих искаженных убеждений о себе самой. Например, что я какая-то не такая, какая надо, что кто меня такую раз такую полюбит. Я поняла, что пусть любят меня такой, какая я есть. Тем более я не самая страшная на свете. Далеко не самая, как оказалось. И я знала, что если я одна, это сейчас для меня нормально. Но в будущем для меня это обязательно будет проблемой. И чем дольше я ее не решаю, тем сложнее мне будет найти партнера. Ведь я всегда хотела семью и детей в количестве не менее трех штук. Затем мне выпала возможность поехать на волонтерский проект за границу. И со сменой обстановки и жизненных обстоятельств мне стало легче думать в направлении решения этой проблемы. Я скачала сначала тандем для обмена языковыми навыками, чтобы привыкнуть к такому формату общения. А затем тиндер. В России я этого делать не могла. Я даже пыталась, но российский тиндер для меня это что-то страшное. Все парни мне казались незрелыми и токсичными. Сорян, мальчики. Поэтому я попробовала поискать кого-то в Европе. Попользовалась тиндером я недолго. И мне хватило этого, чтобы найти одного парня. В первое время мне было очень страшно пользоваться тиндером. Но я знала, что это нормально, так как с непривычки. И продолжила поиски общения. Он не идеал, он обычный человек. Что тут же попустило мои высокие стандарты. Потому что я искала прежде всего человека и товарища. А не картинку, которая будет ко мне адекватна и с уважением относиться. Он быстро разуверил меня в моих неуверенностях в себе. Например, что я какая-то не такая, какая надо. Что лицо мое какое-то странное. Что веду себя как сумасшедшая. И что если я себя так веду, то это всех будет только отталкивать. И ни в коем случае не привлекать. Я больше так не думаю благодаря ему. Он меня принимал любой и со всех неудобных ракурсов. У меня была куча эмоциональных истерик. Такое отношение мне было чрезвычайно сложно принять. Так как непривычно. Но я старалась держать себя в руках и не впадать в крайности. И относиться с пониманием к собственным психам. Чтобы не разрушить все на корню, как того хочется в первый месяц общения. Я старалась относиться ко всему спокойнее. Хотя мое нутро разрывалось на части. Это тоже было нормальным. В итоге произошла другая проблема. Что мой проект скоро закончится. И мне придется покинуть моего молодого человека. Но он тоже относится к этому с пониманием и спокойствием. В свою очередь я тоже стал относиться к этому спокойнее. Типа да, это тяжело, но не конец света. Это может показаться, что он несерьезно ко мне относится. Я тоже так порой думаю. Но знаю, что он мне ничем не обязан. Но с другой стороны, я в тиндере не мужа искала, а опыт, который бы мог мне стать уверенней в себе. И он мне это дал. Вот такая моя история. А на этом все. Если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также в описании я оставлю ссылку на телеграм-канал, где я публикую еще больше контента, переведенного на русский язык специально для вас. А также, если не сложно, оставьте комментарий более чем из четырех слов. Это очень поможет продвижению данного ролика в рекомендации. Большое спасибо и всем пока! Продолжение следует...